Накануне предложения по изменениям в Конституцию. Поправки, в частности, предполагают закрепление за территориями, которые контролируют ополчение, статуса самостоятельных субъектов Украины. Представители самопровозглашенных республик сейчас готовы на все, чтобы остановить кровопролитие. В штабе ополчения сообщают, что украинская армия готовит наступление. Под огнем силовиков вновь оказался Донецк и его окрестности. Обстрелы ведутся с позиций в Маринке. Это зафиксировал беспилотник ОБСЕ. Слово Павла Прокопенко. Железнодорожный вокзал Донецка давно не работает, но видеокамера наружного наблюдения продолжает запись. Огненное зарево вспыхивает в кадре как минимум четыре раза. Мы шли возле перехода друзей провожать. И там начало свешкать. Я там зарывалась, как на путях. Мы в переход побежали. Очередную стрельбу по Донецку можно было бы назвать беспорядочной. Зачем уничтожать железнодорожную станцию? Объект уже давно не стратегически. Тем более, что последний поезд здесь видели в прошлом году. Но к путям примыкает частный сектор. И это основная цель украинской артиллерии. Соседи нам позвонили, сказали, что попала в дом. Мы, конечно, здесь не живем, мы снимаем квартиру. Потому что с маленьким ребенком здесь невозможно жить. На этот раз обошлось без жертв. Иностранные наблюдатели привычно фиксируют разрушения. То же самое в Горловке. Вокруг сотни металлических осколков, по которым местные домохозяйки научились определять тип вооружения, не хуже экспертов. Это получается, сегодня обстреливали 120-ками, 152 или 155 миллиметров. Это идет тяжелое вооружение, которое должно было отведено на 70 километров. Лето в Донбассе обещает быть жарким. Ежедневные обстрелы Горловки, Маринки, Донецких окраин лишь проверка боеспособности украинской армии. Минские договоренности остаются только на бумаге. Тяжелое вооружение возвращается на позиции вдоль линии фронта. 10 полностью снаряженных РСЗО. Из них 8 ураганов и 2 смерча. Также в 9 километрах к юго-западу от Маринки миссию БСЕ зафиксировало 4 самоходные гаубицы. Разведка вооруженных сил ДНР продолжает фиксировать факты перемещения военной технии личного состава ВСУ в направлении линии разграничения. Отмечено наращивание тяжелых видов вооружения, запрещенным минскими договоренностями. Несмотря на почти военную блокаду, Донецк и Луганск в очередной раз предлагают Киеву мирную альтернативу. Единственное условие – конституционно закрепленный особый статус территории украинского юго-востока. Самопровозглашенные республики настаивают на финансовой и языковой независимости, праве сформировать народную милицию и оставить у власти действующих руководителей ДНР и ЛНР – Захарченко и Плотницкого. Прежде всего, в политическом плане безоговорочно закрепляется право языкового самопределения, право достаточно широкой самостоятельности территории, плюс экономическая самостоятельность. Речь идет о том, что те источники наполнения бюджета, которые работают на этих территориях, они должны в первую очередь наполнять бюджеты этих территорий. Предложение мира направлено в Минскую группу. Документ будут изучать эксперты по политическим вопросам. Официальный Киев традиционно молчит. В столице привыкли отвечать только из крупного калибра. Павел Прокопенко, ТВ-центр. Он также обратил внимание на то, что любые приводимые Киевом данные о так называемом российском военном присутствии на Украине меняются в сторону увеличения за время всего лишь выходных дней. Так, в четверг, 4 июня, президент Порошенко заявил о 9 тысячах российских военнослужащих на юго-востоке страны. А в понедельник 8-го Полторак обнаружил там уже 42,5 тысячи. Представитель российского военного ведомства посоветовал украинскому президенту принимать по понедельникам доклады министра обороны только после проверки, как тот провел выходные. Перспективы расширения политических связей России и Китая обсуждались сегодня на встрече Владимира Путина и председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Джан Цзэцзяни. Делегация парламентария в КНР прибыла в Москву для обсуждения с российскими коллегами планов сотрудничества в законодательной сфере. Это взаимодействие будет направлено на создание благоприятных правовых условий для наращивания двустороннего партнерства в разных сферах. Приветствуя гостей, Владимир Путин отметил значимость их работы в преддверии предстоящих встреч глав государства объединения БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Как раз в год председательства России и БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества вы вместе с коллегами открыли фактически новый формат взаимодействия в рамках БРИКС. Это межпарламентские связи на высоком уровне. Я знаю, что сегодня у вас фактически в новом формате тоже состоялась встреча с российскими коллегами. Все это очень значимые шаги при подготовке к саммиту, на которые мы ждем нашего большого друга и моего друга, председателя КНР, господин СНП. Сегодня же Владимир Путин принял в Кремле губернатор Орловской области Вадима Потомского и обсудил с ним положение в сельском хозяйстве региона. В прошлом году область собрала рекордный в своей истории урожай, свыше трех миллионов тонн зерновых. В этом году, по словам губернатора, есть все возможности его повторить. Тем более, что распашка земель в регионе увеличилась на 35 тысяч гектаров. Успешно выполняется в Орловской области и животноводническая программа. В ближайших планах запуск предприятия по выпуску ветчины. Вадим Потомский пригласил Владимира Путина на церемонию открытия. Сегодня правительство Москвы утвердило планировку участка Кожуховской линии метро от Нижегородской до Окской улицы. Как сообщил Сергей Собянин, новая ветка станет дублером Таганского радиуса, который сильно перегружен. В целом, по словам мэра, новая линия должна улучшить транспортную доступность юго-восточных районов мегаполиса. Кожуховская линия обеспечит их связь с третьим пересадочным контуром, строительство которого уже идет. О чем еще шла сегодня речь на заседании президиума столичного правительства? Репортаж Анастасии Мартыновой. В прошлом году столицу посетили почти 17 миллионов туристов. Это на треть больше, чем два года назад. Тема развития инфраструктуры для путешественников открыла заседание президиума правительства Москвы. Несмотря на небольшое падение международного туризма, около 1%, мы нарастили объем внутрироссийского туризма. Это стало возможным благодаря большим работам в городе по обустройству общественных пространств, благоустройству, введению новых культурных объектов, проведению культурно-массовых мероприятий. Некоторые из них насчитывали миллионы человек. И, конечно, немаловажно то, что в городе развивается гостиничная инфраструктура. 18 отелей до конца года введут в эксплуатацию. И пустовать они не будут. В Москву стремятся как иностранцы, так и гости из российских городов. В городе настоящий туристический бомб-фестиваль времена эпохи превратил столицу в метку реконструкторского движения. Российский этап формулы Е привлек внимание более 200 миллионов человек. Москва первая из российских городов провела подобные мероприятия в условиях города. И одна из первых столиц в числе 11 крупнейших городов Пира приняла у себя этап мировой гонки нового поколения. В июле день Москвы реки осенью. Фестиваль света, ежедневные бесплатные экскурсионные маршруты. И еще много запоминающихся событий. Календарь на год в сентябре будет доступен в городских мобильных приложениях. Ведь только до конца 2015-го в Первопрестольной более 600 мероприятий. А для горожан, которые пользуются личным транспортом, президиум правительства утвердил упрощенную схему возврата средств. Если постановление о нарушении правил дорожного движения было отменено, водитель сможет получить назад деньги за эвакуацию автомобиля в течение 8 дней. В суд ходить не надо. Если автомобиль был эвакуирован городской службой Московской автомобиледорожной инспекции, то дополнительно никаких решений ни суда, ни постановлений предоставлять не надо. Если автомобиль был эвакуирован сотрудниками полиции, тогда требуется копия судебного решения, либо копия отмененного постановления. Принимать решение о возврате денег уполномочили госучреждения администратор парковочного пространства. В течение трех дней после получения поручения, Управление федерального казначейства по Москве вернет удержанную сумму. Тем, кто личному авто предпочитает общественный транспорт, перемещаться по городу станет легче. Утвержден проект планировки участка Кожуховской линии от станции Окская улица до станции Нижегородская улица. После окончания строительства она поможет разгрузить действующую Таганско-Краснопресненскую линию, которая явно перегружена с учетом еще года в Жулебино, в Котельниках. В целом, конечно, она существенно улучшит транспортную доступность Юго-Востока. Это касается этой линии около 600 тысяч москвичей. С появлением метро вздохнут свободные жители Некрасовки и района Косино в Томске. Экологическая обстановка на Юго-Востоке Москвы станет лучше. Строящаяся Кожуховская линия будет состоять из восьми станций и через четыре года дойдет до третьего пересадочного контура. Анастасия Мартынова, Георгий Магунов, ТВ-центр, Москва. Москва и Любляна сегодня подписали межправительственную программу сотрудничества на ближайшие два года. Подписи под документами поставили Сергей Собянин и мэр славянской столицы Зоран Янкович. Гость отметил, что по сравнению с Москвой, Любляна очень маленький город, но он по праву гордится званием «зеленой столицы Европы». Сергей Собянин, в свою очередь, напомнил, что делегации Словении не первый раз в российской столице и подчеркнул, что отношения между двумя городами интенсивно развиваются. Киев пытается уйти от прямого диалога с Донбассом, включая вопрос о проведении конституционной реформы и прекращении блокады Юго-Востока Украины. Об этом заявил сегодня глава МИДа Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим немецким коллегом Франком Вальтером Штайнмайером. Беседа состоялась по инициативе Берлина. Собеседники согласились, что процесс реализации минских договоренностей носит хрупкий характер и подтвердили готовность оказывать воздействие на участников конфликта с тем, чтобы добиться полного выполнения комплекса мер, принятых в феврале. Сергей Лавров высказал озабоченность по поводу непрекращающихся попыток Киева уйти от выполнения своих обязанностей. Главы МИДов условились вернуться к обсуждению этой темы после министерской встречи у Нормандской четверки, которая должна состояться завтра в Париже. Россия не намерена ни при каких обстоятельствах продолжать отношения с Украиной, как с транзитером газа после 2019 года. С таким заявлением сегодня выступил зампредправления Газпрома Александр Медведев. По его словам, после окончания действующего транзитного контракта ни продления, ни заключения нового договора не будет. А это значит, что Украина уже не сможет рассчитывать на скидку в цене за потребляемое топливо, как транзитер газа. Александр Панюшкин подробнее. Прошедший год для Газпрома был непростым, пояснял журналистам зампредправления Александр Медведев. Но объемы поставок удалось сохранить на уровне 160 миллиардов кубометров. Сокращение зафиксировано лишь по направлению СНГ. Во многом из-за Украины, которая предпочла прямым поставкам виртуальный реверс по той же цене. В Газпроме этот способ по-прежнему считают незаконным, настаивают в концерне и на оплате Украины газа, поставленного в Донбасс. Переговоры с ним сейчас идут и по цене на российский газ. В третьем квартале, по данным Газпрома, она составит 287 долларов за тысячу кубометров. В четвертом 262. Но Киев рассчитывает, что снова получит скидку. Глава Минэнерго России заявил, что такая возможность рассматривается. Украине идут навстречу во многом из-за того, что зависит от нее, как от страны-транзитера. Но уже через 4 года, в 2019-м, быть она, им уверяют в концерне, окончательно перестанет. После окончания транзитного контракта с Украиной ни продления, ни заключения нового транзитного контракта не будет. Ни при каких обстоятельствах. К строительству первой нитки турецкого потока уже приступили. Эта часть газопровода, по которому будет поставляться газ непосредственно для Турции, обойдется примерно в 3,3 миллиарда евро. В Газпроме уверены, даже несмотря на прошедшие выборы, где партия премьера Эрдогана не получила большинства, никаких рисков нет. Межправительственные соглашения между Москвой и Анкарой будут подписаны до конца июня. Общая мощность турецкого потока составит 63 миллиарда кубометров. Россия доставит газ по дну Черного моря на границу Турции и Греции. Что с ним делать дальше, уже должна решать Европа. Сейчас мяч находится на стороне Европы. Мы начали строительство и готовы построить. И построим. Но что делать с этим газом дальше, мы ждем предложений от европейской стороны. Потому что мы не хотим теперь быть нарушителем каких-то третьих, четвертых, пятых пакетов. К 2025 году прогнозирует Газпром, Европа может вообще столкнуться с газовым дефицитом в размере 80 миллиардов кубометров. Объемы внутренней добычи падают. И перекрыть нехватку импорта голубого топлива даже США будет не по силам. Если быть вашингтонским мечтателем, и считать, что 50 миллиардов будет проэкспортировано, и часть из этого СПГ в случае конкурентоспособности придет в Европу, то давайте прикинем, если даже четверть или треть, то все равно около 50 миллиардов кубометров дефицита импорта, под которой нет ни транспорта, ни контракта. С этим Европа столкнется уже в 2025 или 2030 году. И мы будем говорить не только о распределении газа, доставленного по проекту «Турецкий поток», но и скоро придет пора говорить о дополнительном объеме. Зампред правления «Газпрома», правда, подчеркнуло, Россия никому свой газ не навязывает. К тому же, учитывая многомиллиардный контракт с Китаем, потоки можно теперь быстро переориентировать с запада на восток. По этой теме в концерне обещали провести отдельную пресс-конференцию. Александр Панюшкин, Вадим Тищенко, ТВ-центр, Москва.